Друзья, всем привет еще раз! И да, хочу вам сказать, что чистка поршневых каналов и маслосливных каналов на поршне, это хорошо, но этим дело не заканчивается. Еще один очень важный момент, это то, как прочистить маслоканал на шатуне. В шатуне есть маслоканал, который доставляет масло от коленвала в верхнюю часть шатуна, в бобышку, и по шатунному пальцу масло разбрызгивается и смазывает как шатунный палец, так и охлаждает донышко поршня. Очень важный момент, не упустите это из виду и обязательно прочищайте масляные каналы также в шатунах. Сейчас покажу это. Да, ребята, вот в предыдущем ролике я вам показывал, как прочистить канавки на поршне и также как прочистить маслосливные каналы. А сейчас я вам покажу вот этот момент, этот очень деликатный нюанс, очень важный в работоспособности двигателя. От него зависит жизненная деятельность двигателя, то есть масляное голодание в трущихся деталях. Вот этот канал, он идет через весь шатун к бабушке. Вон оно отверстие. Как правило, на это мало кто обращает внимания и информации в ютюбе про это ноль практически нет. Так вот, сейчас я вам про это и расскажу, чтобы вы знали и пользовались этим моментом. Очень важный момент. По этому каналу масло доставляется в верхнюю часть шатуна, в эту бабушку смазывается шатунный палец и также смазывается и охлаждается вот это дно поршня. Так называемый холодильник. От этого зависит охлаждение поршня в должном образе. Эти каналы со временем забиваются, коксуются и от номинального отверстия, засверленного заводом изготовления, а от нагара и от шлака превращаются в еле видное отверстие. Сейчас его и почистим. Вот, ребята, вот такая шкрябалка, самое что ни на есть, примитивная, из вязальной проволоки. То есть набрали любой диаметр, который вам нужно будет почистить, то есть от диаметра отверстия. Ну, сколько тут? Две, три, четыре проволоки. Вот так скрутили, вот такой вот конец, вот такой осьминог. И очень хорошо, действенно чистит вот такие вот отверстия. Смотрите, сейчас сколько будет здесь грязи. Вот чистый поддон. Сейчас посмотрим. Это здесь, как суется, шлак, нагар. Вот сейчас шатун сухой. И шлак этот нагар тоже сухой. Он хорошо будет сейчас вышкребаться. И вот таким нехитрым образом, способом, вот так мандражируем. Бывает так, что эти каналы вообще до такой степени зашлакованы, забиты, что отверстия практически и нет. И масло практически не подается наверх к поршню. Такие каналы в двигателе везде по масляной рубашке. И те каналы тоже в блоке нужно точно так же чистить, если двигатель так зашлакован. В коленвале точно самое, точно такое же. Вот такой шлак. Сейчас вот на сухую отшкрябаем, а после промоем чем-то, не знаю, нефразом, бензином, ацетоном, растворителем. И потом обязательно надо продуть воздухом сжатым. Так что, ребята, не поленитесь, помните об этом. И обязательно чистите, прочищайте все масляные каналы. Если уже взялись за ремонт, то обязательно займитесь этим вопросом. Сейчас прочистим его. Он будет свободным, без препятствия для прохождения масла. Как вам такая хрень? Вот, пожалуйста. Такая информация. Ну и, соответственно, ребята, подготовьте площадь прилегания прокладки ГБЦ к блоку. То есть, соответственно, все почистите, зашкурите, обшкрябайте. Там старые остатки прокладки самой. Или, если есть коррозия, то это все тоже надо зачистить, зашкурить, чтобы площадь блока была как можно ровнее. И без всякой грязи, и без всяких очагов коррозии. Да, ребята, блок старый. Соответственно, вот такие есть коррозийные места. Их нужно вышкребить, потому как вот здесь, в этих местах, вот в рытвинах, бывают остатки прокладок. И кто-то на этот момент тоже не обращает внимания. То есть, сверху вот так раз чем-то шкуранули. А старое тело прокладки вот сюда вот въедается, в эти рытвины в канавке. И там остается. Потом, после этого, либо прокладка также проседает, либо также корродирует, и начинаются какие-то течи, или что-то вроде этого. И также прокладка может пробить и уходить компрессия. Поэтому надо вышкребсти вот эти вот все места рытвины до металла, до чистого металла. Сейчас, что, собственно говоря, я и делал, вышкребал вот отсюда остатки прокладки. И сейчас все зачистил. Также прошелся дрелью с металлической вот такой вот щеткой. Ну, а сейчас мне нужно эту площадку шкурануть, пройтись камнем. Желательно лучше камнем. Конечно, это будет не то, что нужно в идеале. Но, тем не менее, такой вот домашний ремонт на коленке тоже действенная вещь. И будет все лучше, чем просто так ставить со следами старых прокладок, влипших, въевшихся в блок, и со следами коррозии. Камень, конечно, желательно использовать новый, чтобы у него эта площадка была ровненькая. Я еще раз повторяю, что это не то, что нужно на 100% действенное. Но, тем не менее, это способствует, также способствует работоспособности двигателя в дальнейшем. Не даст прокладке, как потечь, более плотное прилегание между блоком и головкой самой прокладки. Ну, и также не будет развиваться коррозия, и прокладку не пробьет довольно-таки долгий срок. Поэтому вот сейчас шкурану. Вот, если вести так, то чувствуются где-то какие-то закусы. Вот закус. И вот здесь закус. Это говорит о том, что есть какая-то деформация, и опять-таки из-за следов вот таких вот очагов коррозии. Да, ребят, кому-то покажется это диким, но, тем не менее, это действенный способ, и это так и делается на самом деле. Но это надо, конечно, все делать с умом и с рассудительностью. То есть разум должен присутствовать в ваших действиях. Да, закусы есть. Конечно, сильно этим увлекаться не стоит, потому как все-таки это вы руками протираете, и если переборщить, то у вас блок будет, конечно, таким. Но по следам от камня на блоке можно наблюдать и контролировать этот процесс. Вот, чувствуется, где цепляет камень. Много я не буду делать, чуть-чуть слегка пройду. Выглядит это дико и первобытный век из прошлого. Но еще раз повторяю, это имеет место быть. Это действенный способ, и это действительно будет способствовать на дальнейшую работу двигателя. Лучше это сделать, чем ничего не сделать. Прижимаем и введем. Прижимаем и введем. Но без фанатизма. Расходительно. Вот по следу видно, где берет камень. Видно сейчас, что камень берет вот в этом месте. Вот здесь просадка. Вот в этом месте берет. Берет вот здесь в этом месте. Здесь просадка. Берет вот здесь в этом месте. Здесь просадка. Здесь просадка. Здесь просадка. Вот в этом месте берет. И здесь тоже берет. Вот здесь просадка и вот здесь просадка.